Меня зовут Артем, я работаю в компании Here Technologies, живу в городе Берлин и сегодня хотел бы рассказать о том, как можно использовать Amazon Web Services или по-простому Amazon Skyoblaco для решения повседневных задач, которые у нас возникают. И по хорошей традиции, новой традиции, эти слайды уже доступны. Я запостил ссылочку в Twitter, вы также можете их скачать по QR-коду или по короткой ссылке. И давайте начнем с того, что мы попытаемся понять, а зачем оно нам это все надо. Очевидно, что с вами мы ежедневно гоняем большое количество билдов или тестов, или и билдов и тестов. Причем наше приложение может быть написано на любом языке. Java, C++, Go, добавьте свой язык. То же самое касается тестов, любые виды тестов. Юнит-тесты, нагрузочные тесты. Мы можем использовать Amazon для сборки мобильных приложений и для того, чтобы гонять тесты для мобильных приложений там тоже. Так как мы ранее много билдов и ранее много тестов, то у нас возникают какие-то артефакты, которые нам надо хранить, нам надо шарить или что-то еще с ними делать. Да, это отчеты, репорты, логи, скриншоты, видео. И Amazon тоже здесь может помочь. И еще у нас бывают задачи, когда нам надо построить некую инфраструктуру вокруг нашего тестирования. Не непосредственно тесты, но некая инфраструктура, которая нам поможет тестировать лучше. И Amazon здесь тоже может помочь. Давайте начнем с небольшого overview. Что такое Amazon? Amazon, по сути, это лидер в области публичного облака. Amazon предлагает огромнейшее количество сервисов в зависимости от того, что вам надо. Очень часто люди задаются двумя вопросами, когда речь идет об Амазоне. Вопрос первый. Что будет, если мы заюзаем Amazon, а они его закроют? Как, например, Facebook закрыл сервис Parse. Ответить на этот вопрос очень легко. Amazon – это публичная компания. Вы идете на сайт в раздел для инвесторов, открываете их отчетность и видите, что облако приносит 90% профита всего Амазона. Поэтому они его не закроют. Второй вопрос, он намного более сложный. И он заключается в том, что выгоднее, Амазон или любое другое публичное облако, или своя инфраструктура. К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Все очень сильно упирается в тот юзкейс, который есть у вас. Но в любом случае цель этого доклада – показать, что есть некоторые юзкейсы, с которыми мы с вами сталкиваемся, и которые Амазон может помочь решить, и зачастую это будет довольно дешевое решение. И поэтому, наверное, давайте начнем с сервисов. Первый сервис, который, наверное, самый понятный, это Elastic Compute Cloud или EC2, или по-простому виртуалки в облаке. Я очень часто видел у большого количества людей одну и ту же ошибку, которую они допускают, используя сервис EC2. Амазон предлагает вам разные типы виртуалок. И очень основная задача – это выбрать правильный тип виртуалки под конкретную задачу. Первый и дефолтный вариант – это On-Demand Instance. Он работает по очень простому принципу. Вы просите у Амазона ресурсу, определенную виртуалку с определенными параметрами, он ее вам дает. Вы платите за использованный ресурс. Так как это дефолтный вариант, он работает для абсолютно любого юзкейса, но зачастую в большинстве случаев это самое неэффективное решение. Наверное, самая распространенная ошибка – это когда люди берут On-Demand Instance и ранят их в режиме 24 на 7. Это можно делать, но вы просто сжигаете кучу денег. Для подобных юзкейсов есть резервные инстансы. Они работают по принципу. Вы заплатите Амазону некий аванс, и резервируете инстанс за собой, и взамен получаете очень большую скидку на оплату за ресурсом. И за счет этого в длинной перспективе инстанс получается довольно дешевый для подобного типа юзкейсов. Есть еще очень интересный тип инстансов, который интересен именно в первую очередь нам. Это спот инстансов. Смысл спот инстансов в следующем. В любой момент времени, вот, например, прямо сейчас во время этого разговора, у Амазона есть количество ресурсов, которое простаивает. Соответственно, это плохо, Амазон не зарабатывает на этом денег. Поэтому у них есть аукцион, на котором они распродают неиспользованные ресурсы. Чем это хорошо? Тем, что если мы берем спот инстанс, мы берем его с очень-очень большой скидкой. Скидки могут достигать до 90% от стоимости on-demand инстанса. В среднем скидку, которую вы увидите каждый день, это 70-80% легко. И это позволяет для наших задач тестирования очень сильно сэкономить деньги. Собственно, давайте посмотрим, как. Первый use case – это нагрузочное тестирование с использованием спот флита. Спот флит – это некая надстройка, которую Амазон уже сделал над спот инстансами. И спот флит позволяет вам очень сильно проще ранить большое количество спот инстансов. Как это работало в нашем случае? У нас есть Jenkins, в котором есть job, который триггерит нагрузочное тестирование. Когда мы запускаем этот job, мы указываем некоторые параметры, такое как количество инстансов, длительность тестирования и некоторые дополнительные параметры. Создается спот флит-запрос, улетает в Амазон, и Амазон начинает по этому запросу поднимать нам нужное количество инстансов. Соответственно, в инстанс уже в базовый образ встроены все необходимые нам тулы, которые будут генерить нагрузку. Поэтому, как только инстанс поднялся и пронициализировался, нагрузка уже полетела в наш тестовый сервис. Соответственно, у нас есть еще задача по сбору логов, по тому, как увидеть итоговый результат. Конкретно в нашем случае мы используем Splunk в нашей компании. Это так сложилось. И с помощью Splunk мы собираем данные как с генераторов нагрузки, так и с самого тестового сервиса. И Splunk позволяет нам в конце нарисовать красивые отчетики, построить красивый дашборд, перцентили и вот это все. Небольшие детали. Несмотря на то, что данный пример, где мы использовали SpotFleet, это нагрузочное тестирование, совершенно не обязательно делать это именно для нагрузочного тестирования. Selenium тест или Selenium инфраструктура? Без проблем. Конкретно в нашем случае максимальный usage у нас был 10 инстансов, которые мы ранили 24 часа. И по итогу мы заплатили всего 20 долларов за тестовый ран. Это был самый большой тест ран. Это на самом деле очень дешево. Следующий use case – это использование Spot инстансов в качестве слейвов в CI-системе. В нашем случае это работает следующим образом. У нас есть Jenkins мастер, который по необходимости поднимает Spot слейвы на Spot инстансах. Учитывая особенность того, что мы собираем очень сильно разные продукты на разных языках и технологиях, у нас есть требование, что по сути каждый слейв должен уметь собирать все. Поэтому наши слейвы практически голые. В них есть только git и докер. Весь билд-энвайромент инкапсулирован в докер-контейнерах и они подтягиваются по бере необходимости для каждого билда. Также мы используем сервис, который называется EFS. По-простому это по сути некий сетевой диск, который можно прикреплять к инстансам и шарить какие-то данные с его помощью. EFS мы используем для кэширования, чтобы распределять кэш на все ноды. Также в результате билдов у нас образуются разные типы артефактов. И мы используем как артефакторы для хранения версионированных артефактов типа Docker Images или версии библиотек. И также мы используем S3 для хранения большого количества временных артефактов. Логи, скриншоты, отчеты, тестовые сборки приложений. В чем особенность? То есть наша CI, несмотря на то, что она маленькая, мы раним сотни инстансов в день и сотни билдов в день. На вчерашнем Latin Talk, например, я упомянул, что продукт, над которым мы работаем прямо сейчас, он состоит из порядка ста внутренних зависимостей. И мы раним тесты не только на каждый коммит в наш продукт, но и на каждый коммит в каждую из этих ста зависимостей. И мы их блокируем, если они ломают нас. Поэтому количество билдов очень большое. И единственный вариант сделать это быстро и достаточно дешево – это спот инстансы. Иначе это будет либо дорого, либо очень долго. При этом есть очень важный момент, что спот инстансы – классное решение для слейвов, но они не подходят для мастера. Это ненадежно. И что касается денег, то, например, в феврале мы заплатили порядка 50 долларов за весь этот сетап, что на самом деле очень дешево. Какие еще юзкейсы можно придумать? Во-первых, можно ранить все, что ранится. Это виртуалки. Все, что вы можете делать на сервере, можно делать в Амазоне. Кейс, который упоминался довольно часто, это Selenium test и Selenium инфраструктура. Selenoid, например, без проблем. Это можно очень клево, эффективно ранить. Особое преимущество в том, что, например, по сути, вся Selenium инфраструктура нам нужна только пока мы раним тесты. Когда у нас нет тестов, нам не имеет смысл держать браузеры и грид, потому что они простаивают. Еще интересный юзкейс, который нельзя сделать прямо сейчас, это ранить Android x86 стимуляторов в Амазоне. Это можно будет сделать, когда появится bare metal instance, который сейчас пока в превью. И еще вариант, который можно использовать в EC2, это сервисы и различная инфраструктура вокруг тестирования. Таких задач возникает в зависимости от, может возникать очень часто, и если они возникли, то институция вполне хорошая решение для проблемы. Получается, что мы с вами познакомились с первым сервисом и посмотрели, как Spot Instance на некотором количестве примеров могут нам помочь. Вы можете придумать совершенно новые юзкейсы, как говорится, дерзайте. Дальше мы посмотрим на то, как мы можем хранить артефакты и что мы можем с этим делать. Мы посмотрим на сервис, который называется Simple Storage Service или S3. S3 представляет из себя объектное хранилище. Если назвать это более простым языком, если вы знакомы с Java, представьте, что у вас есть map, где ключом map является string, а value является массив байтов. По сути, вот S3 — это вот такая большая мапа, которая распределенная и очень производительная. Если вы уже имели опыт работы с S3, например, с какими-то гуевыми инструментами, то вы могли видеть, что зачастую это представляется там в виде некой файловой системы. Но это лишь иллюзия, этого нет. Это как в матрице, ложки нет. Смысл в том, что так как ключом является string, то string может быть путем файловой системы. И UI-ные тузы, они просто очень красиво умеют парсить ключи и за счет этого показывать, как будто ваши объекты имеют иерархию, когда на самом деле все очень плоско. Соответственно, основной use case для S3 — это хранение артефактов. Почему именно хранение артефактов? Очень часто в интернетах, на форумах и слаках… Будь здоров. Я видел вопрос. Примерно следующий. Мы гоняем вселенным тесты, генерируем Allure Report или какой-то другой репорт. И нам этот репорт надо с кем-то поделиться. С продуктоводером, менеджером, заказчиком. Добавьте свой вариант. И проблема зачастую заключается в том, что, например, тесты ранятся в Jenkins'е, и у этого человека нет доступа в Jenkins. Что делать? Использовать S3. Это простейший вариант, который позволяет решить эту проблему. Когда вы загружаете все объекты в S3, по умолчанию сейчас они не доступны никому извне. Раньше, это было забавно, по умолчанию все, что вы загружали, было публично открыто на весь интернет. И когда появились очень веселые юзкейсы, что подрядчики Пентагона положили какие-то секретные данные в S3, и они были доступны для всех, Amazon решил это закрыть. И сейчас по умолчанию все, что вы положите, доступно только вам. При этом S3 дает вам очень гибкие и широкие настройки по открытию доступа, как вы считаете нужным. И за счет этого вы можете иметь файлы, которые очень приватны, и также делиться ими по необходимости с теми, с кем вам надо. Здесь есть детали, что по сути обычно настройка и сетап политик и доступов в S3 довольно сложный и как минимум требует чтения мануала. Что касается цен, то конкретно в нашей команде мы платим всего 5 баксов в месяц за все. Но очень сильно зависит от юзкейска, потому что цена S3 складывается из двух параметров. Это объем места, который занимает ваши объекты, и трафик, который они генерят. Если у вас мало объектов, но очень много трафика, это может стоить дорого. Валидно также и наоборот. Какие еще потенциальные юзкейсы можно придумать? Ну, помимо того, что хранить все, что угодно, и шарить это. Классным решением является использование S3 для хостинга какого-то статического веб-ресурса. Статически это значит, что в нем только HTML, JavaScript, CSS, чего больше. То есть оно не требует какой-то веб-сервер или какой-то еще middleware, чтобы ранить. Например, мой персональный блок, он лежит в S3. Тем более сейчас популярны тузы типа Jekyll или Hyuga, которые позволяют это генерить из Markdown. Также S3 это хорошее решение для дистрибьюции файлов. Это могут быть релизы или просто какой-то, например, контент для вашего сайта. В этом случае имеет смысл использовать CloudFront, который является CDN и позволяет вам очень эффективно распространять контент. Мы поговорили с вами о S3 и о том, как S3 позволяет хранить файлы, шарить их и некоторые дополнительные юзкейсы, которые могут возникнуть. На самом деле оба сервиса, и EC2, и S3, они очень-очень большие и по сути это такое очень верхнеуровневое знакомство. Если вас это заинтересует, то туда можно нырнуть на месяц и не вынырнуть. Давайте поговорим про мобилки. Амазон предоставляет сервис, который называется Device Farm, которые по сути являются мобильными девайсами в клоуде. В отличие от упомянутых сервисов EC2 и S3, которые по сути являются основанием амазоновского облака и были сделаны Амазоном, Device Farm не был сделан Амазоном. Они купили его в 2000, они купили стартап в 2015 году и по сути переименовали его. Изначально сервис предоставлял только мобильные девайсы для того, чтобы ранить мобильные тесты, автоматические тесты. Сейчас появилась новая фича, что вы можете просто взять под контроль удаленный девайс и что-то с ним сделать. Какие типы тесты можно ранить? Интересная фича, что из коробки Амазон дает вам фазинг. То есть даже если у вас есть мобильное приложение, но вообще нету тестов, вы загружаете это приложение в Device Farm и оно просто будет рандомно кликать везде, где можно. Это может помочь, в принципе, найти проблему, даже если у вас совершенно нет тестов. Также поддерживаются тесты для мобильного веба с помощью Apium. Для Android и, в принципе, для iOS поддерживается как Apium, так и Colabash, так и нативные инструменты. Соответственно, в плане use case здесь все довольно просто. Мы можем ранить автоматические тесты или мы можем взять под контроль девайсы. Тут уже несколько больше вариантов. Мы можем делать мануальное тестирование, мы можем пытаться воспроизвести баг, мы можем пытаться делать какой-то дебаг с какой-то проблемой на специфичном девайсе. У Device Farm на самом деле довольно много различных неожиданностей, которые подстерегают в процессе. Я часто сталкивался с мнением знакомых, что если у вас Apium тесты, то ранить их в Device Farm не очень удобно. Мне сказать нечего, у нас нет Apium тестов. Поэтому если это ваша история, то вам нужно это проинвестигировать. Все мы хотим ранить наши тесты и наши мобильные приложения на самых свежих девайсах. К сожалению, потому что мы хотим это делать все, очередь за этими девайсами обычно очень большая и время ожидания очень большое. Поэтому если вы хотите использовать Device Farm, эффективным решением будет ранить тесты на более старых девайсах. Не совсем старых, но и не суперновых. Еще одна такая неожиданность, которая подстерегает в Device Farm, это то, что поддержка сторонних тулов у них практически никакая. Тогда как Amazon, по сути, дает вам SDK под любой более-менее популярный программный язык, команд-лайн тулзу и различные плагины и тулзы под все, что только можно, Device Farm дает вам лишь плагин для Gradle и плагин для Jenkins. Если вы не используете Gradle и Jenkins, то вы остаетесь один на один с очень низкоуровневым и неудобным для использования API. Как вариант, если вы попали в такую ситуацию, что вы не можете использовать их плагины, как попал я, то вы можете либо написать свою тулзу, которая будет использовать SDK для того, чтобы работать со всем этим, либо вы можете взять мою и, если она вам подойдет, использовать ее. Собственно, цель написания тулзы в свое время была, чтобы можно было просто ранить тесты и не зависеть от амазоновских плагинов. Мы с вами поговорили про Device Farm и про то, как можно ранить мобильные приложения и тесты для мобильных приложений в Амазоне. И давайте перейдем к, наверное, последнему по списку, но не последнему по важности сервису. Этот сервис называется лямбда. Сервис был представлен на реинвенте в 2014 году и, по сути, лямбда стала родоначальником совершенно нового подхода, который называется серверлес. В чем смысл понятия серверлес? Если раньше, давно-давно мы собирали приложение, деплоили его на сервер, то со временем у нас появился докер, который позволил нам просто собирать приложение и не думать об инвайроменте сервера. Лямбда идет еще дальше и, по сути, мы пишем только код. Мы пишем код, отправляем его в Амазон и все остальное Амазон делает за нас. То есть нам не нужно думать не о масштабировании, то есть Амазон поднимет столько лямбда, сколько нужно. Нам не нужно думать о лот-балансинге. Амазон сделает лот-балансинг за нас. Нам не нужно думать о распределении по регионам. Амазон распределит лямбды по регионам так, как надо. И, соответственно, что мы можем с этим сделать? Самый главный вопрос. А да нет. Говорят, что серверлес – это будет следующий большой хайп. Как в свое время облако было хайпом, докер был хайпом, кубернетес до сих пор хайп. Есть такое мнение, что следующим большим хайпом станет именно серверлес. Не знаю, поживем, увидим. Это все случится на наших глазах. Да, и теперь что можно делать с этим? Как коллега, который сидит вот на третьем ряду, сегодня рассказывал, можно ранить тесты. Я тесты не ранил, поэтому если вам эта тема интересна, найдите коллегу или посмотрите его доклад. основной use case для лямб, который использовал я, это различные инфраструктурные задачи. Один из примеров такой инфраструктурной задачи – это сборка метрик для мобильного SDK. В нашем случае мы хотели собирать метрики. В основном это метрики, связанные с перформансом, то есть, например, сколько время занимает инициализация SDK, сколько время занимает рендеринг одного кадра и так далее. Соответственно, у нас есть две лямбды. Одна лямбда принимает данные с тестовой мобильной приложеньки и сохраняет их просто в DynamoDB. DynamoDB – это нереаляционная база данных от Amazon. И у нас есть вторая лямбда, которая по запросу из серии «Дай мне метрики для билда 285» или дай мне метрики для версии 3.3.1, релиз кандидат 1. Метрики. Соответственно, лямбда выгребает все данные для указанной версии, делает агрегацию, считает перцентили, медианы и возвращает эту информацию юзеру, где можно увидеть, окей, медианное время для инициализации engine составляет 127 миллисекунд. Второй пример – это поддержание базовых имиджей в Амазоне up-to-date. Как я уже упоминал чуть ранее, одно из требований, которые у нас есть в CI, это то, что любой слейв должен уметь ранить любой тип билда. И достигается это за счет инкапсуляции всего билд-энвайромента в докер-контейнер. Но это порождает проблему. Учитывая то, что мы собираем много C++ кода, наши докер-имиджи, они тяжелые. То есть они могут достигать 7-8 гигабайт. И делать докер-пул на каждый билд в этом случае становится адски неэффективным. Соответственно, для решения этой проблемы мы просто вшиваем все докер-имиджи в базовый имидж, из которого мы поднимаем слейв. Но это порождает другую проблему. Это порождает проблему, что в случае, если мы обновили докер-имидж, нам также нужно обновить и базовый имидж. И для решения этой проблемы был построен пайплайн на лямбдах. Выглядит это следующим образом. У нас есть Jenkins, который собирает новый докер-имидж в случае, если мы обновили докер-файл. Он собирает докер-имидж и пушит его в артефакторе, который мы используем как наш внутренний докер- регистри. Одновременно с этим Jenkins триггерит первую лямбду, которая поднимает инстанс в Амазоне и говорит ему, окей, тебе нужно скачать вот такой докер-имидж и удалить, например, старый докер-имидж. На инстансе происходит эта работа и если все завершилось хорошо, то сам инстанс уже триггерит вторую лямбду, которая делает простой API call к Абазоновскому API и создает базовый имидж на основе самой себя. И, соответственно, она записывает некоторую служебную информацию в DynamoDB, которая нам потом пригодится впоследствии. Некоторые технические детали, то есть пример тех сервисов, которые я сказал сейчас и тот Lightning Talk, который был вчера. То есть в каждом из этих случаев любой из этих сервисов где-то в среднем стоит меньше пяти долларов в месяц. Если вы хотите экспозить вашу лямбду на интернет, то вам нужно использовать сервис API Gateway. Изначально все наши лямбды были написаны на Java, потому что на тот момент Go еще не было, а Java это был единственный язык, который я хорошо знаю из того, что поддерживается. Соответственно, когда появился Go и все лямбды там за пару часов были переписаны на Go, и за счет этого мы сэкономили, мы снизили наш счет за лямбду в два раза. Он изначально был маленьким, но в два раза всегда приятно. Конкретная особенность, возможно, нашего сетапа, это то, что мы используем DynamoDB, и DynamoDB обычно сжирает половину или больше кастов конкретного сервиса. В принципе, если вы будете использовать API Gateway, и у вас будет много запросов, скорее всего, у вас будет API Gateway сжирать половину, если не 70% всей стоимости. То есть тут все зависит от вашего юзкейса. Какие потенциальные места и потенциальные проблемы есть с лямбдой? Первое – это время холодного старта. То есть когда прилетает первый запрос в вашу лямбду, лямбды еще нет, и Amazon начинает ее инициализировать и создавать, это занимает некоторое время. Это значит, что первый ответ на первый запрос будет довольно долгим. На это еще накладывается ограничение то, что API Gateway со своей стороны имеет тайм-аут и может ответить ошибка, если ваша лямбда не уложится в срок. Сейчас это на самом деле меньшая проблема, но все равно она есть, особенно если вы используете Java. Если вы используете Java, то время холодного старта легко может составлять 15 секунд. То есть это значит, вам прилетел запрос и ответ вы получите через 15 секунд. Далеко не всегда и далеко не везде это является приемлемым. Поэтому если время первого ответа для вас критично, то у вас есть несколько вариантов. Первый вариант – не использовать Java. В любом случае, независимо от того языка и рантайма, который вы используете, у вас все равно будет проблема холодного старта. Она никуда не денется, но Python, Node.js, Lego, время холодного старта будет кардинально ниже по сравнению с Java. У вас есть второй вариант – это добавить вашей лямбде больше ресурсов. То есть если вы добавляете больше ресурсов, вы используете более мощный сервер, чтобы ранить лямбду, и, соответственно, все работает быстрее. Вполне вероятно, что вы можете найти комбинацию, при которой время холодного старта вас устраивает, так же, как вас устраивает та стоимость, которую вы платите Амазону за лямбду. Есть еще вариант, который я бы не рекомендовал использовать, но он имеет место быть, и люди это делают. Это поддержание лямбды в горячем состоянии. Проблема в том, что это основано на внутренней имплементации того, как работает лямбда, совершенно недокументировано. Смысл заключается в том, что когда ваша лямбда создалась и отработала первый запрос, она не умирает сразу. Амазон в течение какого-то времени держит ее активной, чтобы если прилетели новые запросы, они были обработаны очень быстро. И, соответственно, то, что вы можете делать, это просто периодически по крону раз в X минут слать запросы на вашу лямбду. И тем самым поддерживать ее в разогретом состоянии. Но, как я уже сказал, ваш риск в том, что если Амазон поменяет логику, то вы можете получить проблему. Какие еще потенциальные юзкейсы для лямбда можно придумать? На самом деле потенциальных юзкейсов для лямбда очень-очень много. Как уже упоминали, тесты потенциально, это очень интересная история. Очень часто использование лямбд – это своего рода клей для различных амазоновских сервисов. Из серии мы загрузили изображение в S3, нужно снять метаданные с этого изображения, отправить их в Кинезис или там что-то еще сделать, или там положить их в машин ленинг и что-то с ними сделать. И лямбда является идеальным клеем для склеивания и простенькой логики между различными амазоновскими сервисами. Вчерашний пример про то, как мы работаем с топиками в Герите. Это тоже вполне валидный пример использования лямбды для инфраструктурной задачи. Также у нас есть, например, кастомный URL-шортернер, который мы используем внутри для того, чтобы обойти веселые ограничения в Дженкинсе, который по умолчанию всегда врезает credentials Амазона, даже если вы отключили это в настройках. И, естественно, есть огромное количество других потенциальных юзкейсов для лямбд, которые можно придумать. На следующем слайде я привел вам некоторое количество ссылочек на видео и статьи про лямбду. Если вас заинтересовало, сходите, посмотрите, почитайте. Лично я рекомендую вам, если не ошибаюсь, это самое первое видео на YouTube. Это доклад Эдриана Кокрофта, которую он делал на конференции Micro Exchange в Берлине в прошлом году. И это, на самом деле, очень интересный доклад. Наш разговор потихонечку подходит к концу и давайте подведем некоторые итоги. Дело в том, что если вы решили использовать Amazon, то Amazon, в принципе, как любое другое публичное облако, оно накладывает определенные парадигмы на вас. И оно заставляет вас, если вы хотите использовать его эффективно, жить в рамках тех парадигм, которые облако на вас накладывает. Парадигма номер один – это иммутабельная инфраструктура. Это значит, что если у вас есть сервер и вам нужно накатить на него патч от Spectre или от Meltdown, то вы не коннектитесь к этому серверу по SSH или используя Ansible и делаете сюда getUpdate. Это значит, что вы апдейтите ваш базовый имидж, который вы используете для создания инстанса. Вы создаете новый инстанс. Вы переключаете трафик, чтобы юзеры ходили на новый инстанс и только после этого убиваете старый. То есть, когда ваш объект инфраструктуры создан, он не меняется. И в этом смысл иммутабельная инфраструктура. Второй подход, который очень сильно форзится облаком, это инфраструктура как код. Например, такая туза, как Terraform, которая позволяет вам в неком декларативном виде описать всю вашу инфраструктуру в Амазоне или в другом публичном облаке, хранить ее в репозитории, где вы автоматом получаете диф и прочие вещи. Третье, к чему вы должны быть готовы, если вы используете облако, это к падениям. Любое облако падает. А обычно оно падает внезапно. Если оно не падает, то там есть куча разных проблем из серии, что вдруг теперь у нас latency до наших серверов стало раз в 10 больше, чем обычно. Или вдруг количество ошибок на запросы выросло в несколько раз. В зависимости от юзкейсов вы можете либо придумать решение для того, чтобы обойти ли это, либо вы можете сказать, окей, у нас CI в Амазоне, если Амазон упадет на 2 часа, мы готовы жить 2 часа без CI. Это ваше решение. Это можно как митигировать, так можно и принять. Еще очень важный момент. Это если вы переехали в облако, то вам нужно постоянно мониторить расходы. Минимум раз в неделю, а лучше раз в день или раз в несколько дней. Иначе, если случится проблема и ее вы не заметите, то когда в конце месяца к вам придет счет, это будет больно. Пример юзкейса из жизни. В целом плагины амазоновские для Jenkins очень багнуты. Из каждой версии каждого плагина что-то ломается. И в одной из версий плагина для EC2 был очень забавный баг. Когда плагин удаляет слейв из доступных для Jenkins, он по идее должен убить сам инстанс. Но баг заключался в том, что инстанс не убивался. И в определенный момент, мы, конечно, этого не заметили, в определенный момент мы получили сообщение от Amazon, что мы выбрали все возможные для нас инстансы. Мы пошли разбираться и оказалось, что у нас висит куча инстансов, которые не использованы. Мы думали, что они умерли, а они до сих пор живые, мы за них платим. И в конце месяца был очень неожиданный счет для нас. Поэтому, если не хотите попасть в подобную ситуацию, то контролируйте расходы. На следующем слайде я добавил несколько интересных ссылочек про Amazon в целом. То есть там вы можете найти подробное описание очень большого количества сервисов, которые у них есть, различные best practices для этих сервисов. И есть несколько интересных видео, которые можно посмотреть с примерами того, как другие люди используют Amazon. На этом доклад практически подошел к концу. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было интересно и будет клево, если вы получили какие-то знания, которые сможете применить в своей работе. Если у вас есть вопросы, я тут. Можете писать в контакты, которые есть. Ну и спасибо. Хороший доклад. Такой вопрос. Вы много рассказывали насчет вот то, что можно, где можно применять лямбду и S3, AC. То есть эти все амазоновские сервисы. То есть это все понятно, но, скажем так, для среднестатистического тестировщика вот какой входной порог, скажем так, для команды, чтобы это было, скажем так, выгодно применять. Вот сколько времени нужно потратить, скажем так, более-менее скиллт тестировщику, автоматизатору, скажем так, с пятилетним стажем, чтобы вот он ничего не знает вот сейчас, сегодня вот. Ну так он что-то там читал, что-то там подсчитывал, да. Вот сколько ему нужно времени, чтобы войти в этот порог, написать solution и иметь что-то рабочее. То есть это год, два, там, не знаю, может месяца. В целом порог вхождения в Amazon с каждым годом становится все выше и выше, потому что они постоянно наворачивают новые сервисы, наворачивают апдейты к существующим сервисам и с каждым годом, по сути, порог становится все выше и выше. В реальности все зависит от конкретного юзкейса. То есть простые юзкейсы, я думаю, вполне можно сделать какое-то решение за несколько дней. Возможно. Да, безусловно, есть огромное количество компаний, которые берут инфраструктуру в Амазоне, наворачивают на нее какое-то готовое решение и продают его людям. Что-нибудь из серии там South Labs и прочие, которые имеют всю свою инфраструктуру в Амазоне. Там Dropbox, который, по сути, раньше это просто был в раппер над S3 на самом деле. Сейчас уже нет, но раньше это был просто в раппер над S3 с красивым клиентом. Соответственно, здесь все зависит от вашей ситуации. Если вы маленькая компания и вы не видите смысла инвестировать время в Амазон, возможно, это не стоит делать. Привет. Спасибо за доклад, ну и за теплое слово. Скажи, пожалуйста, ну вот я просто столкнулся, что удобнее всего реально все-таки конфигурить это все не через UI, а вот кодом описывать. Ну, я качнул SDK, вот это оригинальные амазоновские SDK, которые они предлагают. Но я подозреваю, что это только первая, знаешь, такая первая вот, как это, входная точка, что ли. И там наверняка миллион всяких разных в рапперов, каких-то прикольных, как бы, знаешь, уже более high-level штук. Что ты можешь посоветовать из таких враве? Я слышал например, там serverless есть, еще что-то. Может, вы что-то юзаете, может, порекомендуешь для, ну, чтобы не голые SDK юзать, а что-то покруче. Вау, ну это зависит, на самом деле, от, в первую очередь, от юзкейса. Да. Я обычно сам пользую в основном именно SDK и либо command line tools от Амазона. И есть еще terraform, либо cloud formation, но опять же, основной это SDK и CLI. Но опять же, я думаю, Амазон это настолько большая экосистема, что просто ты можешь вбить что-нибудь в поиск на гитхабе, и я уверен, что нибудь найдется, кто-нибудь что-то сделал. Да, у меня вопрос по поводу spot инстансов и использования их в качестве слоевов для дженкинса. Возможно ли такая ситуация, что на момент выполнения джобы вот этих вот spot ресурсов не будет? Нет. То есть, если вы получили инстанс, то он у вас есть. Другое дело, что Амазон его может забрать во время выполнения джобы. Да, теоретически это возможно, но на моей памяти я еще не помню ни одного случая, чтобы это случилось. Редкий кейс, да? Достаточно редкий, но это зависит. То есть, по сути, если у вас билд 15 минут, то вероятность того, что за 15 минут у вас заберут инстанс, она реально очень маленькая. Я понимаю, спасибо. И еще одна маленькая просьба. Можно выбрать на слайд там, где QR-код? Конечно. Спасибо. Здравствуйте. Тоже вопрос насчет spot instances. Как вы сказали, это аукцион, правильно? То есть, вот этих всех инстансов. А как это вообще происходит? Как это разруливается? То есть, желающих может быть бесконечное количество. Я вот в единственное время хочу там такой-то конфигурации инстанс и кто-то вот соседи 100 тысяч тоже хотят и как там же беды, да? Я имею в виду вот это стоимость. То есть, по сути, вы просто указываете максимальную цену, которую вы готовы платить за spot instances. А если дешевле? А если дешевле, оно получится купить и дешевле, да? Да. То есть, вы указываете ту максимальную цену, выше которой вы не хотите платить. И дальше Amazon уже матчет все предложения, которые есть и что-то предлагает вам по текущей цене. Соответственно, если ваша цена, если цена spot instances будет выше, чем вашей, то Amazon у вас заберет instances, потому что вы сказали, что вы не готовы платить больше. То есть, есть такая вероятность, что у меня не будет instances, если я… Да, это, собственно, тот негативный момент spot instances, который имеет место быть. Вы получаете instance по очень привлекательной цене, но Amazon в любой момент времени может instance у вас забрать. То есть налить, то есть то, что у вас нет гарантии, что этот instance будет всегда с вами. Интересно. Спасибо. Добрый день. Очень интересно было, у вас цифры были про 5 долларов, про 50 долларов, а можно еще больше каких-то цифр, сколько данных, сколько времени там вывели транзакции или стрим, который проходит от вас до Amazon, чтобы понять, сколько это стоит. Что касается spot instances, то я упоминал, что там речь идет о сотнях instances в день. Ну, давайте, просто сотни, не всем понятно, сотни от 100 килобайт или сотни от терабайт? 100 instances. Мы сейчас говорим, если мы говорим про EC2, то речь идет о сотнях instances, которые мы поднимаем каждый день. Ну, вы сказали… Если мы говорим про S3, то это порядка, наверное, 10, 15, 20 гигабайт, но трафик у нас очень маленький. Спасибо. Спасибо.